Сэм? Когда позвонили, сказали, что вторая часть будет, ну, само собой, тогда это уже понятно, что реанимировали, хотели сначала меня посадить на инвалидную коляску, ну, поговорили с режиссером и пришли к такому, что лучше Саян пусть ходит. Сиквел «Рэкетира» получил название «Возмездие» и повествует о мести Саяна за смерть своего друга Руслана. Кстати, последнему создатели картины второго шанса не дали, и киноманы так и не увидят на экранах погибшего персонажа Мурата Бесимбина. Однако это не помешало актеру присутствовать на премьере «Возмездие». Я во второй части не появляюсь, то есть никакого сюрприза нет. По-моему, это оправдано и очень правильно. Так как я, наверное, все-таки представитель киномира, я смотрел немножко предвзято, естественно, да, и если, ну, двойственное впечатление, но в целом мне понравилось. Мне понравилось. Где-то, возможно, не хватило какой-то динамики. В целом, такой получился, по-моему, добротная картина. А вот подлец Жан, от рук которого и пострадал Руслан, во второй части становится еще более подлым и лицемерным. Всему виной деньги, которые в конец испортили и без того нечестного бизнесмена. К слову, за участие во второй части Жанату Байжанбаеву также удалось неплохо озолотиться. Ваш образ на экране отложил отпечаток на вас в жизни. Сколько вы потребовали за съемки во второй части? Насчет денег, насчет денег, ой, огромное количество денег. Вы знаете, голливудским актерам это даже не снилось совершенно. Да, я потребовал там некую сумму от общих сборов. Это, кстати, серьезно. Это на полном серьезе, потому что Ахан сделал такую новую фишку, скажем так, вот в этой картине. Он поставил нескольких актеров именно на проценты от проката. Разбавила своим присутствием криминальную тусовку лучезарная Асиль Сагатова. Несмотря на то, что в первом рэкетире ее было не так много, большинству актриса знакома как раз по роли возлюбленной бандита Саяна. Кстати, с Агатовой гонорар за съемки в сиквеле пришлось поделить со своим полугодовалым сыном. Когда вот мне предложили сняться с сыном, я с удовольствием согласилась, потому что знала, на что иду, что меня будут окружать профессиональные люди, уже ставшие родными по другим проектам. И, конечно, я знала, что какое отношение ко мне и к моему сыну будет на площадке, очень бережливое. И поэтому с удовольствием привела своего сына полугодовалого. Помимо полюбившихся героев в фильме «Рэкетир 2. Возмездие» появляются и новые персонажи. Так, к примеру, девушкам на криминальный боевик с перестрелками и убийствами стоит отправиться хотя бы ради того, чтобы увидеть там обольстительного Максима Акбарова. Моя роль – это роль карагандинского парня от Морозка, который немножко не в себе иногда, то есть он включается. Наверное, по его прошлому два друга Туча и Саня, они из детдома, поэтому, наверное, психические, психологические расстройства какие-то были, из-за этого они какие-то нервные. То есть они всегда готовы были пойти стрелять, убивать, там, резать всех ради своего друга. Собственно, ради друга мы и пошли это все делать. И шли до конца. Между тем режиссер «Рэкетира» Акан Сатаев отмечает, что после громкого успеха первой картины у него и в мыслях не было снимать продолжение. Но зрители настояли. В общей сложности на сиквел ушло около миллиона долларов. И если вторая часть себя окупит, то Акан уверяет третьему «Рэкетиру» быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова